Когда-то деревня, сейчас микрорайон Шихова, всегда было местом притяжения людей разных профессий и возрастов. На этом месте вместо ЖК стояла фабрика, производящая знаменитые шиховские гитары. В общем, жизнь деревни била ключом. Однако в последнее время местные жители страдают от отсутствия нужной инфраструктуры. Про пляжный волейбол и футбол знают многие. А вот про пляжную детскую площадку – нет. Она появилась на одной из улиц Шихова. Вместо уже ставшего классикой резинового покрытия насыпан песок. Летом пыль, зимой грязь, говорит Махбуба Иргашева. Она работает няней по соседству. Признается, пятна на одежде и обуви – меньшее, что беспокоит родителей. При мне даже было такое. Ребенок упал и ударился. Ну, слава богу, он просто ударился ножкой. А если, не дай бог, головой? Это же травма. Тем более камень. Вон, смотрите, он конкретно стоит. Такое покрытие считается допустимым, отмечает заместитель главы округа Станислав Григорьев. Однако по просьбе жителей в ближайшее время резиновое покрытие все же сделают. Если детская площадка на улице Кирова есть, хоть и с песочным покрытием, то мобильный ФАП пока выглядит как буквы на асфальте. Раньше он приезжал два раза в неделю, сейчас два раза в месяц. Для жителей Шихова этого явно маловато. Любовь Грищенко успела воспользоваться этой медицинской возможностью. Правда, всего пару раз. Дальше общение как-то не задалось. Женщина признается, измерить давление, температуру может и сама. А вот записаться на сдачу анализов с помощью ФАПа ей не удалось. Он то ломался, то холодно, то еще что-то. И сейчас в результате он ездит раз в год по обещанию. Другого слова не подобрать. И надеяться на него просто нельзя. На вопрос жителей, когда вместо букв на асфальте появится передвижной фельдшерско-акушерский пункт, заместитель главного врача Дмитрий Прокопьев дал официальный ответ, который опубликовали в социальных сетях. Выезд мобильного ФАП в микрорайон Шихова города Звениграда в августе месяце текущего года не запланирован. Для получения медицинской помощи пациенты могут обратиться в поликлинику, расположенную по адресу город Звениград, улица Герцена, 13. Нет освещения и видеонаблюдения. Вместо асфальтового покрытия – щебень. Это дорога на улице 50 лет победы. Местная жительница Тамара Дедова уверена, если бы за дорогой следили, такого бы не было. Это асфальтовое покрытие здесь не сделают, но крошкой подсыпать, следить ежегодно. Пока на так называемой ничейной дороге муниципальные службы делают отсыпку, чтобы подготовить грунт к насыпному слою. На еженедельном совещании глава округа подчеркнул – дорогу нужно узаконить. Мы должны оформить земельный участок, который под полотном, пусть еще и ненормальным, не в стандарте. И на этом полотне тогда в программу строительства дорог ставить на следующий период. Проблемы возникают не только на земле, но и в воде, точнее на берегу. Москва-река всегда была местом притяжения для местных жителей. Здесь купались, ловили рыбу и отдыхали. Правда, со временем прибрежная зона заросла камышами. Когда на месте фабрики началось строительство ЖК, появился и проект по благоустройству берега. Но чудо так и не произошло. Одна из жительниц взяла все в свои руки и сделала пирс. Нам очень удобно. Тут и ступеньки в воду, и беседочка, и укрыться от дождя есть навес, и лавочки, и урну поставила. Однако восторг испытали не все. Нашлись и те, кому новый пирс помешал. Когда построили это сооружение, то есть не стало покоя совершенно. Весь центр внимания переместился на этот объект. То есть здесь едут мотоциклы, люди идут толпами. То есть нет покоя. В итоге на частном сооружении появилось извещение о возможном сносе. Теперь жители собирают подписи в защиту любимого места отдыха. Владельцу необходимо предоставить в срок до 05.08.2024 документы, являющиеся основанием для размещения указанного объекта, в межведомственную комиссию. В случае непредоставления документов будет рассмотрен вопрос о демонтаже самовольно установленного некапитального объекта. На этом вопросы прибережной зоны в микрорайоне не заканчиваются. Река Островня отделяет Шихова от дороги на посад. Через нее в свое время муж Натальи Камакиной построил маленький мостик. Для многих он стал удобным переходом к ближайшему полю, который совсем недавно таинственно исчез. По мнению жителей, из-за нового участка. В этом году приехали, построили уродливый забор, все перегородили, закрыли проход к реке. Местные жители считают, постройку возвели в обход природоохранного законодательства. Участок находится на расстоянии 50 метров от реки и предназначен для огородничества. Сейчас дело находится в суде. В качестве истца выступает администрация округа. Но есть и положительные изменения. Место для будущего футбольного поля нашли и уже подготовили. Убрали мусор и ветки. В этом участвовали все жители. Мы тут приходили и убирали палки, расчищали газон от всяких пней. Единственное, за что переживают жители – безопасность. Просят на время проведения работы территорию огородить. Довести это все до ума и, конечно, поставить ограждение безопасное. Потому что с одной стороны у нас дорога, с другой стороны у нас маленькая речка, это островня. Соответственно, чтобы не было травмоопасно детям. Все проблемы и пожелания жителей Шихова возьмут на контроль глава округа и его профильные заместители. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.